Ээйй, йоу хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛЕБАН! Ребята, вы не поверите, наконец-то игра про спагерри, часть вторая, вышла! Я сейчас заплачу, я так долго её ждал, и я уверен, что вы тоже долго её ждали! А почему мы её так долго ждали? Почему она так долго не выходила, ребята? Вот в чём вопрос. И вот ответ. На самом деле всё очень просто. Мы пытались сделать идеальную игру про спагери. И когда я говорю мы, я имею ввиду Мика Дзена и программиста. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы постарались и сделали идеальную игру про спагери. Часть вторая. И прямо сейчас мы в неё поиграем и посмотрим, что ж там такого классного, какие там нововведения и правда ли там есть гамняшка. Сейчас узнаем. Поехали! Боже, как это красиво! Мне уже всё нравится. Выглядит идеально. Вы чувствуете разницу? Анимации, движения, появляется текст, появляются буковые и всё на свете. И Джерри всё ещё такой же крутой. Нажимаем на кнопку играть и что мы видим? Появился новый функция под названием карта. В игре появилась карта, а это означает, что вы можете менять свою локацию. И ломать спагери не только у себя в комнате, но ещё и, блин, сейчас узнаем где именно. Давайте нажмём на карта. И что мы тут видим? Значит, первая локация это наша квартира, да? Нажимаем на неё и всё как в старой игре. Вот, значит, у нас раздолбанная хата, которую можно улучшать. И я попозже вам покажу, как это делать. Обратите внимание, что бегуночек стал медленнее, как вы просили. Многие жаловались на то, что вот эта стрелочка слишком быстро бежит. И я не могу, не успеваю, значит, и нажимать на кнопочку. И ломать спагери. Ребят, мы вас услышали, мы исправили. Вся красота в деталях. Посмотрите на эту вывеску. Текст мигает, вывеска что-то шатается, как вот настоящая вывеска на гвозде. Выглядит очень дорого и богато. Значит, были мы у себя на хате. Давайте нажимаем на карту и отправляемся куда? К жопу труда, у меня денег нет, точнее лайков. Значит, за тысячу лайков я смогу пойти... Блин, вес! Когда нам будут говорить, иди в ананас, мы наконец-то будем знать, куда идти. В игру про спагери, часть вторая, ребят. Вот здесь за тысячу лайков можно купить дорогу в ананас. Нажимаем на ананас и идем в ананас. Йоу, ребята. Я не ожидал, что здесь будет так много ананасов, блин. Выглядит здорово. Ананасы. Но знаете, что еще здоровее? Очень круто. Сейчас я быстренько выиграю пару лайков, потому что я чемпион ломания спагери. И, кстати, заметьте, насколько легко стало ломать спагери. Я просто говорил с вами и параллельно собрал 1300 лайков. Если это не круто, тогда я залупа. Ребят, идемте в магазин. Я вам кое-что покажу. Значит, есть у нас здесь питомцы, да? И кого можно купить? Ананас! 15 тысяч лайков? Ребят, отбой, у меня нет столько денег. Но я обязательно сниму видео, где я открою каждого питомца и каждого персонажа. А пока что мы бегло пробежимся по игре и посмотрим, что здесь нового появилось, да? Значит, за 10 тысяч лайков мы можем открыть школу. За 30 тысяч свалку. Все логично, да? Свалка круче, чем школа, поэтому она дороже. Кто согласен, напишите лайк в комментариях или как-то так. За 100 тысяч лайков мы можем отправиться... Куда? Правильно. В аэропорт и улететь куда? Это вы узнаете, если нажмете на эту кнопочку. Я вам спойлерить не буду. А-а-а. Кто знает, напишите в комментариях. Но все знают, что в аэропорту билеты стоят просто выше крыши. Поэтому не удивляйтесь за такие цены. Окей? Окей. Следующий момент. Замок с привидениями. 50 тысяч лайков. Говорят, что там можно встретить хрыча. Окей. Все это круто. Давайте пойдем на хату вернемся. И зайдем в магазин. Посмотрим, что там новенького. Нажимаем на кнопочку магазин. И что мы видим? Ну, как обычно, персонажи, да? За 7500 Антонио Припиздучи. Мама Бама. Мика Дзен. Спагетти Бог. Спагетти Мэн. Это все мы видели и раньше. Но что насчет того, чтобы посмотреть на новых персонажей? Давайте пройдемся и по ним. Значит, у нас здесь есть Спагери Квин. Даже не знаю, на кого она похожа, ребята. Напишите в комментариях. Есть ананас. То есть вы, представляете, можно купить ананаса. Взять питомца ананаса. Войти в ананас. И ломать Спагери за ананаса. Вместе с питомцем ананасом. И при этом быть в ананасовом мире. Игра про Спагер. Ты не перестаешь меня удивлять. Ё-моё. Дальше. Что мы видим? Брограммист. Это тот самый человек, который помог нам с Мика Дзеном сделать так, чтобы игра была... Была... Делиси. У нас есть Чудо-чай. Знаете этого блогера? Он очень популярный, ребята. Я вам так скажу. Женяша. Это популярная роблокс-блогерша. В простонародье. Кисуля Женяша. Ребята, китайка. Есть в игре про Спагери, где можно ломать китайский Спагет. Жалко, что в игре про Спагери нельзя пить китайские змейки. Но и так тоже неплохо. Согласитесь. У нас есть Ред Кэт. Популярный видеоблогер. И очень милый котик. И у нас есть Оля Кекс, королева Битву Бокса. Блин, я не знаю, это шикарная компания. Серьезно. Цены, конечно, на них. Да. Давайте перейдем теперь к питомцам. Посмотрим, кто у нас там есть. Сохранились все старые из предыдущей части питомцы. Но также в игру добавлены были спагери, вареник, какиш. Все-таки какиш есть. Пельмень, туалет, кекс, монстры, каракуль. Я не знаю, кто такой каракул, ребят. Паук и кокосик. Кокосик в игре. А я не знаю, почему. Блин. Блин. Мы не добавили Серегу в игру про Спагери. Надеюсь, он не узнает. Но, ребят, мы постараемся его добавить в следующем обновлении. Через год, который выйдет. Вот такие вот новые питомцы. Напишите в комментариях, какого питомца вы уже успели купить в игре про Спагери, часть 2. А мы переходим в отдел магазина. И теперь, ребята, важный момент. Раньше ты просто нажимал на одну кнопку и покупал какое-то улучшение в комнату. Но теперь вы можете покупать предметы и самим выбирать, какой предмет будет в вашей комнате. То есть, вы можете кастомизировать свою комнату абсолютно, как захотите. Это круто. Это здорово. Это very nice. Давайте попробуем что-то купить. Конечно, цены туда по тысяче. Все по тысяче. Есть все по три, а есть все по тысяче. Я беру, значит, вот этот шкаф. Он мне надо. Потом я беру стол. Потому что, да. И все. Давайте пойдем посмотрим, как это будет выглядеть в моей комнате. Да, здорово выглядит. Нужно срочно ломать миллион спагерри, чтобы побыстрее обставить эту комнату. И тогда я реально буду очень very nice блогером. Капец, вообще, ништяк. Вот такие вот дела, ребята. Просто посмотрите, как стало легко ломать спагерри. Многие писали. Баше, слишком быстро. Я не успеваю. У меня слишком маленькие пальчики. Я не могу попасть. Бро, мы тебя услышали. Смотри. Очень легко. Я даже не старался и набрал 750 лайков. Изи катка. Идемте в магазин. Я хочу купить себе... Я хочу себе купить микрофон. Вот так вот. Теперь у меня есть микрофон. И я сейчас наберу побольше лайков, чтобы вам показать более подробно, что я имею в виду, когда говорю кастомизация. Классное слово. Кому нравится это слово, ставьте лайк этому видосу. Так, а я пока сосредоточусь на ломании спагерри. Так, у меня уже есть 2800 лайков. Блин, да это изи и бризи. Заходим в магазин. И теперь я покупаю второй микрофон. И внимание. Теперь вы можете выбирать между этим микрофоном и этим микрофоном. Я, например, хочу, чтобы у меня был вот этот микрофон новый. И сейчас мы идем, идем, играем еще. Что мне теперь надо? Мне нужно кресло, ребята. Мне нужно крутое кресло рядом с моим некрутым столом. Офигел. Некрутым столом. Ай, Миккадзен, за что? 1400 лайков, 1500, 1700, 1900 лайков сюда. Покупаю коробку. И я хочу еще купить кактус. А, подожди. Сначала нужно купить полку. Блин, я тупой. Как я собрался? Кактус ставить без полки. Он что, в воздухе бы бесел. Блин, ребята, извиняюсь, конечно, блин. Иногда это... Мозгов у меня как будто бы немного. И на сдаче куплю картину с какашкой. Вот это реально клево. Подождите, я могу купить какашку за 1000 лайков? Это радует. Это клево. Это здорово. Ну, знаете, что я вам хочу сказать, ребятушечки? Что нужно ломать спагери. Вот что я вам хочу сказать, ребята. Нужно ломать спагери в любой непонятной ситуации. Просто всегда ломать спагери. Спагери. Я люблю тебя, спагери. А, я один заметил, что у меня с потолка капает капелька. Это очень как-то неприятненько. И я проиграл из-за этого, ребята. Я отвлекся на каплю, которая капает с моего потолка. А это значит, что мне срочно надо купить обои, блин. Чтобы у меня было все чики-пуки-бомбони. Крышу как залатать. Ё-моё. Посмотрите на эту какашку. Она прям смотрит мне в душу, если честно. Но ничего, какашка, не переживай. Сейчас мы купим какашку питомца. И это будет вообще кайф-ништяк. Заметьте, 4 нажатия, 140 лайков. То есть, 4 попадания и 140 лайков. Это очень много, ребята. Это самая щедрая игра в мире. Я так считаю. Я так считаю. Подожди, что? Есть 1000 лайков. Магазин. Идемте покупать говняшку. Я не думал, что когда-то в жизни скажу такую глупость. Но какашка у меня в руке. Теперь смотрите. У меня есть какашка на картине. И какашка в реальной жизни. Блин. Чем я занимаюсь в этой жизни? Я не знаю. Не зря от меня жена ушла, ребята. Ребята, отличные новости. Вышла игра про спагери часть 2. Это означает только одно. Что она, игра про спагери часть 2, больше никогда, слышишь, не будет вылетать с твоего телефона. Наверное. Кто-то скажет. Холи бам. У меня все еще вылетает игра про спагери часть 2 с телефона. Что ты врешь, сидишь, пердишь, блин. Бро, если честно, я не знаю, как у тебя получилось загрузить игру про спагери на вот этот телефон. Покажешь? Серьезно, я бы поиграл на этом телефоне в игру про спагери. Также хочу сказать, что игра про спагери часть 2 обязательно выйдет на айфоны. Ребят, информация 100%. Мы уже загрузили ее. Просто ждем, пока она пройдет модерацию. Поэтому, если ты смотришь это видео из будущего, просто посмотри в описании под этим роликом, может, там уже появилась ссылка на Apple Store. Вот такие вот дела. Ну что ж, ребята, это был краткий экскурс по игре про спагери часть 2. Я обязательно сниму продолжение, где у меня будет уже много-много лайков. Я поработаю над этим. И покажу вам все локации. Посмотрим всех персонажей. А также попробуем как-то прикольно обставить комнату. Как-то необычно. Если ты еще не скачал игру про спагери часть 2, бро, просто скачай ссылка в описании. Серьезно. А если ты уже скачал игру про спагери часть 2, я тебе желаю удачи. Чтобы ты сломал миллион спагери и купил все-всех-всех персонажей. Купил себе все предметы в магазине и открыл все локации. Вот такие вот дела. Кому понравилась игра, ставьте лайк. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Мы ждем ваши отзывы в плей-маркете. Напишите что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. Выбор за вами. Ну что ж, ребята, всем... Пока ты сидишь на диване, кто-то ломает спагери в игре про спагери часть 2. Теперь в игре про спагери стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров. В 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто. Да? Покупай крутые предметы и выбирай сам. Как будет выглядеть твоя блогерская комната? Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагери появилась карта. Теперь ты можешь ломать спагери не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа. Отстой. Ломай спагери на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагери прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь ломать спагери прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании. Спасибо.